здравствуйте коллеги с вами Саков Роман компания Admirals и рад приветствовать вас на нашем новом видео сегодня понедельник поэтому мы традиционно обсудим то как закрылась неделя предыдущая разберем важное событие которое предстоит на этой неделе ну и поговорим в целом о рынках начинается новый месяц многие акции из скажем так сектора фанк до из высоких технологий которые росли на протяжении последнего года максимально активно уходят коррекцию об этом и всем мы поговорим сегодня но прежде чем мы начнем не забудьте поставить лайк этому видео если оно вам нравится не забудьте подписаться на канал также ваши вопросы оставляйте конечно в комментариях и так начать хотелось бы с того что сентябрь у нас завершился да у нас начинается новый месяц скоро начнется новый сезон отчетов поэтому здесь максимально интересно мы подходим как раз к этому времени когда у нас остается всего лишь один квартал до конца года это как себя будет вести фондовый рынок безусловно беспокоит меня всех потому что многие привыкли за к тому росту которым увидели с февраля с марта прошлого года до после коррекции которая была ну и собственно сейчас уже те риски которые о которых мы говорили до с точки зрения коррекции они повышаются ну во первых начнем из итогов как раз сентября с итогов прошлого месяца и разберем как раз ключевые моменты которые также были отмечены сегодня в статье на на CNBC и мы соответственно по ним пройдемся ну во первых а мы видим то что коррекция по многим индексом она все еще сохраняется если те выкупы которые мы видели как и по S&P так и по Dow Jones ну по всем принципе ключевым индексом она происходит уже не в том же самом паттерне да мы видели коррекцию мы провалились но уже мы обновили и также локальный минимум что говорит о том что пока коррекция выглядит более затяжной чем было ранее и многие индексы закрыли как раз месяц с потерями там порядка от четырех с половиной процентов до пяти и трех процентов на соответственно то есть корректировался и DAX и NASDAQ и в свою очередь S&P 500 в том числе соответственно здесь мы тоже видим что подрастают и десятилетние облигации уже новый максимум с июня это 1.56 по доходности то есть идет перекладка уже в менее рискованные активы да это тенденция она также сохраняется и ну фактически закрылся этот месяц да ну сентябрь который завершился является одним из самых худших за этот год да то есть если мы видели что к месяца к месяцу роста по индексам продолжается то сейчас эта тенденция она была уже сломлена да соответственно также важно сказать то что в принципе четвертый квартал он является позитивным до среднестатистически да если мы берем опять же данные за то есть четыре года из пяти там с данные со времен второй мировой войны были здесь как раз взяты то в среднем S&P 500 подрастает на 3 и 9 процента да но опять же мы видели и более затяжные коррекции например это было 2018 году когда индекс S&P 500 упал на порядка 18 процентов возможно что подобная ситуация и повторится волатильность на рынок уже собственно возвращается еще один момент который сейчас важен да это опять же инфляция да который находится сейчас на локальных максимум и восстановление рынка труда то есть рынок труда уже восстанавливается возможно то что фрс уже начнет своей сворачивать мягкую монетарную политику уже гораздо раньше о повышении процентных ставок мы пока об этом году не говорим говорим об этом об этом в двадцать втором году но снижайте выкуп они могут уже начать и безусловно это также может дать топлива на для продолжение снижения как раз фондового рынка да да сейчас очень много факторов которые которые могут на рынок повлиять и в принципе да с точки зрения технической картины мы чуть дальше посмотрим на график мы а пока данную тенденцию видим а индекс страха индекс страха у нас также подскочил уже сегодня мы видели небольшое укрепление как раз ну точнее снижение индекса страха в пятницу то есть были новые как раз данные о новом лечении от коронавируса даже на котором как раз рынке подрастали в пятницу но сейчас опять индекс подскочил выше уровня на 20 до то есть такой критический уровень а в том числе снг 500 пока меня снижаться продолжает еще что я бы хотел сказать да то о чем я говорю в начале по поводу отдельных компаний до которые были фактически до драйверами роста последний год да и вот сейчас мы по ним тоже видим коррекцию с одной стороны это опять же довольно неплохой повод для того чтобы присмотреться к ним и добавить примеру свой инвестиционный портфель это такие как акции как google apple microsoft amazon facebook до который сейчас продолжают снижаться то есть принципе мы видим одну и ту же самую картину эти акции подходят к 20 не выскользящие средние пробития который уже также может дать вероятность продолжающейся коррекции но опять же если говорить об этих акциях они растут довольно таки плавно и фактически те крекс который сейчас мы видим там на 5-10 процентов они являются интересны для того чтобы как раз эти акции свои портфели добавлять также ну довольно таки интересно выглядит и apple да то есть вот уровня там в районе 157 сейчас мы торгуемся по 142 конечно ну коррекция могла бы быть и больше вполне верно что она будет но тем не менее то есть опять же эти уровни коррекции выглядят довольно-таки интересно для того чтобы эти акции подбирать свой портфель да и также по microsoft и собственно по amazon то здесь мы рассматриваем как раз недельный график а с точки зрения показатели компании опять же здесь у них пока ничего не поменялось да все хорошо и на что важно обратить внимание на предстоящем сезонном отчете то что скорее всего уже данные за третий квартал будут хуже ну они могут быть хуже чем за второй квартал то есть скорее всего тот позитив этот стремительный рост ну как эффект низкой базы который мы видели за второй квартал да он уже может быть нивелирован и компании будут отчитываться чуть хуже чем будут ожидать вполне вероятно что эти прогнозы будут понижены и все еще отчеты будут лучше чем ожидалось но тем не менее сами финансовые показатели они уже могут снижаться поэтому на это важно обратить внимание а с точки зрения новостей у нас ну начнем и со вторника во вторник будет решение банка австралии по процентной ставки пока скорее всего она останется также на прежнем уровне выйдет индекс менеджер по закупкам в непроизводственном секторе от айсэм все еще остается на позитивном уровне то есть то что выше 50 является позитивно и а также прогноз здесь на то что уровень подрастет и будет выступление лагард вечером во вторник в среду будет опубликованы данные по различным продажам еврозоны а также изменение числа занятых не сельскохозяйственном секторе от adp то есть привет но он фарма здесь мы видим довольно-таки серьезное снижение предыдущий был 374 тысячи да уже ожидается 74 то есть такой пред нон фарм ну и изменение запасов сырой нефти здесь тоже будет опубликовано здесь ожидается но довольно-таки серьезное снижение после прироста который был как раз недели ранее в четверг здесь уже будут данные по японии выступление банка председателя банка японии также по канаде на индекс менеджер по закупкам так ну такой же как пример как вот айсэм сша и выступление председателя банка канады маклема пройдет и в пятницу особенно то чего все ждут это изменение числа занятых не сельскохозяйственном секторе но он фарм первос показатель будет обвлекал как раз уже ну не первую пятницу то есть первая пятница нас была 1 октября а ну во вторую пятницу видимо в этом случае решили перенести на здесь пока прогноз не самый хороший да с одной стороны если мне фрес увидит что новые рабочие места создаются меньше то возможно вот этот тенденция на сохранение мягкой монетарной политики она продлится дольше и в принципе для фондовых рынков это хорошо но опять же повышенная волатильность здесь может быть поэтому тоже нужно крайне аккуратно к этому показателю меня подходить а теперь давайте посмотрим что происходит по ключевым инструментом а начнем из евро евро доллар продолжает снижаться фактически тот диапазон о котором мы говорили говорили ранее 116 117 мы его пробили на прошлой неделе сейчас открывается дорогу уже снижение на 1.15 не на 1.1450 а в данном случае мы видим небольшой отскок понятно распродажи были максимально активными на сейчас вероятно техническая коррекция может произойти но в целом пока у нас тенденция сохраняется на ослабление евро против американскому доллару и в принципе такую же картину мы видим по паре британский фут американский доллар британская валюта не смогла удержаться выше отметки 1.36 сейчас торгуемся уже по 1.3540 и в моменте мы доходили до 1.3430 поэтому здесь уже с точки зрения текущей ситуации более вероятно как раз продолжение нисходящей формации то есть у нас нисходящий тренд начиная с середины сентября по данной валюте также сохраняется а пар американский доллар канадский доллар здесь у нас также сохраняется пока тренд на укрепление поэтому здесь приоритете остаются покупки принципе пока с точки зрения часов таймфрейма сохранится коррекция то есть американский доллар ослабляется против канадского доллара но а по завершению как раз данной формации уже также можно рассматривать входы на на продолжение роста то есть на покупку поэтому здесь покупки среднесрочно они остаются также приоритете пар американский доллар японская яна здесь мы обновили максимум который мы видели летом этого года дошли до отметки практически 1 112 и сейчас пара корректируется но в целом то есть мы видим что было опять же экстремальный рост от уровня 109 до до уровня 112 практически на три фигуры мы выросли буквально за за пару недель и сейчас конечно пусть такого ралли коррекция она может быть но опять же в целом те уровни которые у нас могут быть сформированы там при коррекции на уровне 110 50 110 30 опять же пока до приоритета дается непосредственно покупкам но это будет середина данного канала и здесь не самое оптимальное для того чтобы входить то есть вот входить было интересно как раз в области 109 15 а по паре австралийский доллар американский доллар здесь пока мы видим тоже что не они смогли в сентябре переписать минимумы которые мы видели в августе в целом нас такой боковик сейчас торгуемся ближе к нижней границе поэтому здесь пока в приоритете остаются покупки с точки зрения числа таймфрейм у нас тоже здесь пока данная формация сохраняется в пятницу мы обновили максимум который был сформирован в четверг поэтому здесь точки зрения числа таймфрейм а также я приоритет отдается покупкам ну и то же самое по новозеландцу тоже минимумы переписать не смогли поэтому вот этот боковик сейчас вернулись обратно в Диапазон 69, нижняя граница 70, верхняя граница. Вот в этом диапазоне пока торгуемся, пока перспективы как раз на укрепление новозеландского доллара против американского доллара, они здесь сохраняются. Золото. Золото показало довольно-таки существенную коррекцию, которую мы видели в сентябре практически от уровня 1833 доллара. За тройскую ульцию мы упали до 1730, то есть на 100 долларов было снижение, поэтому просели, конечно, и золотодобывающие компании во многом. Но, опять же, это тоже такой момент, когда эти акции имеют смысл также добавлять в свой портфель. Ну и плюс золото выглядит перспективно с точки зрения продолжающегося роста инфляции. Если это сохранится, то золото также выступает довольно-таки интересным активом, поэтому если уж не инвестировать в золото напрямую, не торговать по нему, то в принципе эти акции золотодобывающих компаний, которые были на карандаше, их имеет смысл также для себя еще раз рассмотреть и добавить. Вот я для себя, например, смотрю также акции компании Neumann, они неплохо скорректировались. Цель, по которой я хотел входить, была 50, сейчас торгуемся в районе 53, поэтому тоже как одна из тех бумаг, которые я в свой портфель бы добавил. Плюс компания платит дивиденды, и если будет коррекция, то, опять же, позицию можно будет набирать, но это очень, ну, такая долгосрочная идея, то есть с прицелом на несколько лет, тем более цены сейчас неплохие. Но в целом, вот что мы видим прямо сейчас, золото пытается опять обновить минимум, который был у нас сформирован в пятницу. Вполне вероятно, что если золото это удастся, то дальше мы движение еще на 1720 вполне можем увидеть. Ну и с точки зрения индексов, индекс DAX пока торгуется в области поддержки на 15 тысяч. Вот, собственно, этот уровень был в середине сентября, также мы видели его в середине июля. И вот пока вот тот выкуп, который был, он пока не реализовался, поэтому если DAX уходит ниже отметки 15 тысяч, то, вероятно, до 14 тысяч 800 мы можем еще скорректироваться. И по S&P 500, то есть если мы, опять же, посмотрим на весь график, который мы видели в течение последнего года, коррекции, которые были, они их достаточно быстро откупали, но вот в этот раз, если, опять же, мы уйдем ниже отметки 4200, такой я бы уровень поддержки для себя ставил, то, вероятно, как раз более затяжная коррекция здесь может произойти. Хотя, если, опять же, выйдут негативные данные по нонфармам, то, что будет понятно, что ФРС будет продолжать вести мягкую монетарную политику, то вполне вероятно, что в октябре мы вновь ралли по S&P 500 также и увидим. Сейчас пока, опять же, с одной стороны, мы видим хорошую распродажу, да, хорошую цену, то есть порядка 6% была коррекция, в принципе, это уже неплохо. И если будут, опять же, сигналы на вход, на продолжение тренда, то я для себя их также буду рассматривать. Ну и нефть марки Brent, также неплохой ралли мы видели в сентябре. Сейчас торгуемся в районе 80, в принципе, пока вот этот тренд, он несколько истекает. Вполне вероятно, что в ближайшие пару недель мы можем увидеть коррекцию в область 75-74, но пока тренд, по крайней мере, последние пару месяцев, он сохранится восходящий, да и, в принципе, долгосрочно тоже мы растем. Обновление локальных максимум также даст нам предпосылки движения дальше на 81 и на 84, соответственно. Если резюмировать, то начинается крайне интересный квартал, да, то есть, в принципе, октябрь, ноябрь, декабрь, они являются, ну, довольно-таки волатильными, поэтому мы можем увидеть, как стремительную коррекцию, которую можно рассмотреть для себя, как возможность для того, чтобы добавить к себе в портфель активы, а также и, с другой стороны, и рост этой коррекции может не произойти пока, да, пока ФРС ведет ту политику, которая сохраняется, пока нет опасений для инвесторов, рост в том числе может продолжаться. Но если будут какие-то намеки на то, что денег будет становиться меньше, то уже вот к этому нужно быть готовым, волатильность здесь может подрасти. Ну, а на сегодня это все. Не забудьте поставить лайк этому видео, если оно вам понравилось. Вопросы оставляйте в комментариях, мы с вами увидимся через неделю и посмотрим, что у нас происходит на рынках. Всем спасибо за внимание и до свидания.